Меня зовут Александр, я специалист по внедрению компании Лилиани. Сегодня 27 декабря 2022 года. Мы находимся на элеваторе Анжера-Сужинского мелькомбината Кемеровской области, в котором мы будем проводить эксперимент по упаковке рапса влажностью 8%, герметичные пластиковые рукава Силакс бразильского производства. Средняя температура воздуха днем минус 15, ночью минус 20. Укладывать рукава можно как на поле, предварительно задисковав, либо прикатав, убрав стерню, так и на подготовленных площадках, асфальтированных или бетонированных. В данном случае мы используем бетонную площадку, предварительно очистив снег, убедившись, что рукава ляжут на полную длину и будет проезд техники. А начнем мы с агрегатирования машины зерноупаковочной с трактором МТЗ-80. МТЗ-80 Мы проверяем давление в шинах у трактора и МЗУ. Для равномерного укладывания рукава важно отрегулировать тормоза МЗУ. Установка маркера, веревки или шпагата протягивается по всей длине рукава для ровной упаковки. В процессе работы оператор МЗУ корректирует движение поворотом руля трактора вправо или влево. При смазывании МЗУ важно использовать Литол-24, либо тугоплавкая смазка. При установке рукава на МЗУ важно не убирать упаковочные веревки до момента начала упаковки. Для установки рукава на МЗУ опускается корзина, одевается рукав на корзину, опускается дно МЗУ и продевается через резинки. После установки рукава на МЗУ срезаются упаковочные веревки, после чего рукав вытягивается на 3-4 метра и связывается к середине путем скручивания. После чего подкладывается под низ мешка. Для корректного расправления рукава важно отрегулировать дно МЗУ, для того, чтобы не спускалось больше одной складки. Оператор МЗУ при работе не должен ставить трактор на стояночный тормоз, коробка трактора должна находиться в нейтральном положении. Если есть подъем, следует начинать с нижней точки движения вверх для увеличения сопротивления движению. Тормоза регулируются путем вращения винтов. В начале подачи зерна тормозная система МЗУ должна быть затянута. По мере заполнения рукава, контролируя степень ее растяжения, плавно отпустить тормоза и дать возможность МЗУ толкать трактор. В процессе закладки рукава оператор МЗУ должен периодично проверять натяжение рукава путем прикладывания линейки к маркеру натяжения на рукаве и не допускать выхода в красную зону линейки. Несмотря на минусовую температуру, материал мешка ведет себя гибко и не ломается. Ближе к завершению упаковки мы увидим красную линию. В конце упаковки важно оставить 5 складок рукава, не отрезая их. Подача зерна прекращается, осадок рукава растягивается путем движения трактора вперед. После чего при помощи трактора отъезжаем и спускаем их к МЗУ. Взбиваем досками 2-3 метра и скручиваем. Присыпаем землей и укладываем покрышками. Данные операции проводятся для удобной распаковки рукава в дальнейшем. В течение рабочего дня данный мешок показал себя отлично. Нет растяжения, потрескивания и просыпи. Данная технология применима при минусовых температурах. Для отбора проб мы изначально проклеиваем скотчем крестом. Центр пробиваем щупом на 45 градусов. После чего герметично заклеиваем его. Для борьбы с грызунами на площадке устанавливаются ловушки. Для борьбы с птицами устанавливаются хлопушки и громкоговорители с криками диких птиц. Кошелев Анатолий Владимирович, начальник элеватора Анжеры Суджинского мелькомбината. Технологию «Лилиани» мы используем впервые. Но вот перегрузчик у нас уже есть. Технологии загрузки зерна в рукава мы сегодня впервые испытываем. Планируем заложить 250 тонн рапса в один рукав с влажностью 8% для хранения до весны. В ближайшее время мы планируем заложить от 5 до 10 тысяч тонн. При первом сегодняшнем использовании этого оборудования вижу, что ничего сложного в обращении с ним нет. И достаточно трех человек. В этот год мы отсеяли только рапс. На будущий год планируем сеять еще и пшеницу. И все, будем хранить в рукавах. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok